Ежегодный фестиваль джаза в Монтрё собрал чуть ли не всех топовых артистов планеты. От Леди Гаги до Сэма Смита. На этом празднике жизни засветились и победители второго сезона Эмпориум Мьюзик Феста. Ребята из группы In Wires. О приключениях русских в Швейцарии расскажет Настя Маккорста. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сэма Саев с гран-при не мелочится. Объявляет, что победители Эмпориум поедут на 49-й джазовый фестиваль в швейцарский Монтрё. Надо понимать, какая ожесточённая разворачивается борьба. Я сразу представляю, а может ли этот человек победить? Если он, допустим, талантливый, что-то у него есть, у него есть перспектива, но у него нет вот... Он ещё не победитель. Мы уже заведомо сразу понимаем, что этот человек не проходит. В финале конкурса звёзды и деятели шоу-бизнеса определяют лучших. Группа In Wires побеждает в ИМФ-2. Ребята уже тогда не верят своему счастью. Гран-при получает группа In Wires. Мы ещё не поняли. Мы ещё не осознали. Куда? Куда? И вот двое из In Wires, солистка Настя и гитарист Миша вместе с Байгали отправляются в путь. После нескольких часов перелёта им открываются Альпы и Швейцария. Ещё час на поезде из Женевы и победители в заветном Монтрё. Группа In Wires победителей Эмпорио Мьюзик Феста после долгого перелёта наконец-то попадают в этот настоящий рай для музыкантов. Сколько знаменитостей доведётся увидеть ребятам, просто страшно подумать. Но то, что это будет лучшее приключение в их жизни, можно сказать с уверенностью. Именно здесь, на берегу Женевского озера, 49 лет назад зародился легендарный фестиваль, который собирает сотни тысяч музыкантов со всего мира и по сей день. На это время город превращается в музыкальную шкатулку. Импровизированные концерты тут буквально на каждом шагу. Первым делом наши ребята решают почтить память великого музыканта, долгое время черпавшего вдохновение именно в Монтрё, Фредди Меркьюри. Именно здесь музыкант записал свой последний альбом с группой Queen. Но основная цель поездки не ждёт. Байгали ведёт Настю и Мишу в аудиториум Стравинский, главный концертный зал джазового фестиваля. Ну что, друзья, вот мы и в знаменитом зале Стравинский, где будет происходить сегодня музыкальное действие, о котором мечтают многие телезрители. Но попались только вы, благодаря импорию Music Festival. Конечно, перед концертом невозможно пройти мимо сувениров. Настя, как настоящая девочка, кидается к шмоткам. Всё, по-моему, отлично тебе будет. Байгали и Миша к пластинкам. Что, Миша, что ты тут подыскал? Подыскал и нашёл, кто на что было было вчера. Это просто бомба. Я думаю, это просто поедет со мной. Только тебе покажут, и Миш ТВ. Предлагаю пойти в зал. Пойдёмте. Настя, сейчас будешь наслаждаться музыкой. Миша, приготовься, потеряй сознание. И вот ребята на первом концерте. Группа Алабама Шейкс заряжает энергией. Потом всё как в тумане. По 5-6 концертов в день, прогулки по легендарному побережью и ночные вечеринки. Очень приятно, что традиция продолжается. И в этом году Ксения Коломбадская, победительница прошлого фестиваля, уже сама приехала сюда, уже сама везде ходит. Она уже себя чувствует здесь, как дома. Поэтому, я думаю, это хорошая традиция, если наши ребята будут приезжать сюда слушать и рассказывать всем, какой здесь прекрасный праздник музыки. Моменты из самых ярких. Это первый день приезда. Мы попали на три концерта. Алабама Шейкс, Паула Нутини и Хатсон Мохаук. Такой есть диджей. Ну, всё. Там всё у меня после того перепонулось, и всё стало смешиваться. После концертов Байгали знакомит начинающих музыкантов с тяжеловесами мировой эстрады. Эмоциями от одного из таких вечеров Настя делится в своём инстаграме. Ночь вторая. Мне уже страшно выходить на улицу, сидеть в самом известном баре в Монтрё, рядом с Куэнси Джонс, Джейкоб Коллиер, общаться с ними. У меня нет слов. Точкой в этом музыкальном путешествии становится прогулка в горы на фуникулёре, где, как не здесь, можно выдохнуть и собрать пережитые эмоции воедино. У меня появилась цель после того, как я вчера следовал на концерт, выступить здесь, конечно. Поддерживаю Михаила с целью выступить на фестивале Монтрё. Вот вам и мотивация к победе будущие участники Emporium Music Fest. Следите за новостями конкурса в официальной группе ВКонтакте или на сайте emporiumusicfest.ru и подавайте свои заявки на следующий год. Байгали вам это настоятельно рекомендует. Прежде всего, быть самими, с собой оставаться, играть то, что ты любишь, полностью посвящать всю свою энергию, свою душу, все свои эмоции любимому делу и наслаждаться на сцене – это самое главное. Настя Макоста, Анатолий Шушпанов – ПРО Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова